Всем привет! В этом видео хочу поделиться непосредственным опытом, какие шаги в каком порядке совершать по приезду в Канаду. Допустим, вы уже подали заявление на визу, получили приглашение на биометрию, прошли биометрию, оплатили услуги визового центра, получили визу, уже, казалось бы, столько работы проделано, и вот у вас есть ваша виза, и можно уже приезжать в Канаду, но, к сожалению, на этом проблемы только начинаются. Проблем будет масса, и в этом видео я хочу рассказать вам, как и грамотно решать шаг за шагом. Также в этом видео я поделюсь полезными ресурсами, источниками, таблицами, которые существенно вам облегчат пребывание в Канаде на протяжении, будь это трех лет, или если вы захотите и дольше оставаться в Канаде. Итак, шаг номер один. Перед тем, как вы вылетаете в Канаду, пожалуйста, побеспокойтесь о готовности ваших документов. Возьмите с собой все оригиналы. Загранпаспорт, биометрический паспорт, паспорт гражданина Украины или ID-карточка. Если есть дети, свидетельство о рождении ребенка. Если вы женаты или замужем, ваше свидетельство о браке. И другие документы, которые могут вам пригодиться. Водительские права. Если вы разведены, то документ о том, что был брак и уже расторгнут. Не обязательно брать с собой дипломы, но никогда не помешает все-таки перестраховаться. Поэтому максимально подготовьте свою папочку, туда вложите все оригиналы и все документы. Но это еще не все. Я также советую вам настоятельно побеспокоиться о переводе документов. К примеру, вы получили вашу канадскую визу с оригиналами. Вы подавали ваш паспорт гражданина Украины, ваше свидетельство о браке на украинском языке. Все прошло, вы получили визу. Но когда вы прибудете сюда, в Канаду, по разным причинам. Могут запросить документы, свидетельство о браке, свидетельство о рождении ребенка. И тогда они должны уже быть на английском языке. Здесь в Канаде перевод стоит очень дорого. Если это обыкновенный перевод, по-английски называется regular translation, тогда одна страница документа вам обойдется порядка 50 долларов. Если это перевод с апостилем, тогда 100 долларов и выше. А в Украине расценки намного ниже. Поэтому я бы на вашем месте перевела по максимуму все документы в Украине. И с собой уже взяла и оригиналы, и сертифицированные переводы. Все вложила в папочку и запомнила, где эта папочка лежит и как к ней быстро обратиться. Следующий второй шаг, которым важно бы тоже заняться до приезда в Канаду, это поиск жилья. Поиск жилья непростое занятие, мягко говоря, потому что Канада хоть и огромная страна, но большинство населения живет на юге страны. И поэтому в провинции Онтарио, в провинции Ванкувер существуют свои проблемы с нехваткой жилья. Допустим, в Манитопе такой проблемы в Альберте нет. Если вы знаете, что вы прилетаете и планируете оставаться на дольше, но у вас нет знакомых, у вас нет друзей, но вам надо временно хотя бы пожить, канадцы предлагают свое жилье бесплатно украинцам, чтобы те могли временно остановиться. При этом они указывают, сколько человека они могут принять и на какой срок. Где искать такое жилье? Есть масса ресурсов. Для примера рассмотрим ресурс I can help.host. Вы открываете сайт, нажимаете I need help. Вы, кстати, можете перевести сайт на украинский язык. Ну давайте посмотрим на английском, пора уже интегрироваться в англоязычную среду. И переходим на нужный нам материк, Северную Америку, потому что сайт помогает в поиске жилья как и в Европе, так и в странах Северной Америки. Зуммируем карту на интересующие вас локации, к примеру, Питербору. И смотрим, вы увидите объявление, сколько человек, на сколько времени, какую-то информацию о семье, которая предлагает свое жилье украинцам. И таких сайтов немало. Я все ресурсы оставлю у себя на телеграм-канале, чтобы вы могли перейти, ознакомиться с ними. И также, если у вас еще возникает вопрос, а где вообще жить, куда прилетать, в какую провинцию? Потому что не забывайте, Канада это огромная страна. Каждая провинция это как своя маленькая подстрана со своими законами, со своими особенностями не только климата, но и здравоохранения, образования, программ для украинцев. Чтобы вам было проще ознакомиться с этой информацией, а объем информации солидный, волонтеры составили таблицу по всем провинциям. Заметьте, у нас есть перечень провинций и отдельная вкладка для Квебека, потому что Квебек это как другая вселенная, здесь совсем с другими правилами. Франкоязычная провинция, если вы об этом не знали, потому что большинство Канады все-таки это англоязычная страна, но есть и Квебек, где преимущественно люди говорят на французском языке. Так вот, придите на эту табличку и ознакомьтесь со всеми нюансами. Она представлена информацией как на английском, так и на украинском языке. Если у вас еще слабый английский язык, вы можете ознакомиться с информацией на украинском, но советую переходить на английскую вкладку и смотреть, как звучат термины, как они называются уже на английском языке. Потому что когда вы сюда прилетите, вам будет проще уже ориентироваться, вы будете проще находить информацию, понимая, что вам надо, как этот термин, как название этой программы звучит непосредственно на английском языке. И возвращаясь к вопросу жилья, также в этой табличке указаны сайты для поиска временного жилья, если вы уже переедете в какие-то места и захотите искать жилье на более долгосрочной основе, не просто временно пожить у кого-то за бесплатно, а уже снимать в аренду, тогда вам подойдут такие сайты, как Kijiji.ca и Facebook Marketplace. Там тоже люди, как правило, хозяева выставляют свое жилье, и вы уже сможете ездить и смотреть воочию, какое жилье за какую стоимость предлагают. Но сначала насчет временного жилья я список ресурсов оставлю у себя на канале, переходите и начинайте искать до того, как вы приезжаете в Канаду, потому что если вы приезжаете без друзей, без знакомых, вопрос жилья это достаточно сложный вопрос. И, кстати, о съеме жилья на более долгосрочную перспективу я планирую записывать целое видео, потому что очень много нюансов, и, к сожалению, очень много с этим связано проблем. Поэтому, если вам интересно, напишите в комментариях, чтобы я знала, какую из тем приоритетизировать при выпуске видео о Канаде. Следующий, третий шаг, это уже непосредственно прилет. И заметьте, я пропустила вопрос с билетами, потому что это очень индивидуально. Да, есть бесплатные чартерные рейсы, но на них попасть проблематично. Плюс они вылетают с определенных городов. Если вы хотите попробовать прилететь в Канаду бесплатно, пожалуйста, ищите эти рейсы. Они доступны, если вы просто будете искать Ukraine, Canada Free Flights, да, бесплатные перелеты. Но, если у вас такой возможности не получится бесплатно прилететь, есть билеты, и чем заранее вы покупаете, тем стоимость, как правило, чуть дешевле. Но будьте готовы отдать где-то там 800-1000 долларов, если мы говорим о том, чтобы лететь с багажом. Потому что сейчас, как правило, багаж еще докупается отдельно. Возвращаемся к третьему шагу. Прилетели вы в аэропорт. Будьте готовы, что все пройдет не быстро, что вы не просто прилетели и сразу уже отправились по делам, а нет. Вы прилетели, и будут огромные очередя. Особенно, если мы говорим о аэропорту в Торонто, в Ванкувере. Тут, возможно, история и на, как минимум, пару часов растянется, а то и больше. Пожалуйста, когда вы прилетите, и если вы подавались на разрешение на работу, или не подавались, но хотите работать в Канаде, убедитесь, что вам офицер выдал разрешение на работу. Оно выдается в аэропорту при пересечении границы. Оно выглядит следующим образом. Такая красивая бумажка с гербом, она такого желтоватого цвета, хорошего качества, написано Канада. Это и есть ваше разрешение на работу. Оно вам выдается, еще раз повторюсь, в аэропорту. Не покидайте аэропорт, не получив этой бумажки. Эта бумажка вам пригодится для следующих шагов, очень важная. И другой момент, связанный с вакцинацией. Многие из вас спрашивают, нужно вакцинироваться, не нужно. В Канаду можно въехать непровакцинированным. Если вы провакцинированы, вам просто проще, вам не надо соблюдать карантин. Но если вы непровакцинированы, вам надо сдать тест. Причем условия такие, если это быстрый антиген, то только 24 часа он действителен. Если это ПЦР, ПЦР-тест, тогда он действителен в течение 72 часов. Причем с момента сдачи. Там не вылета, не прилета, а именно когда вы сдали. Поэтому если вы хотите сделать антиген, сдавайте его в тот же день, когда вы вылетаете. Или буквально там вечером. Потому что только 24 часа окно. Если у вас пересадка, то может затянуться история. Затем, когда вы прилетаете на границу, запросят у вас QR-код приложения Arrive Can. Поэтому желательно заранее скачать это приложение Arrive Can и заполнить все данные. Их полностью можно будет заполнить за 3 дня до вылета. Там вы указываете своими фамилию, провакцинированы, не провакцинированы. Если провакцинированы, чем и когда. Если не провакцинированы, то просто о том, что вы там сдаете тест. И там надо будет указать перелет, время прибытия, терминал, куда вы прибываете. Такая информация. И когда вы ответите на все эти вопросы, вам будет выданк QR-код. Если вы не провакцинированы, на 8-й день вашего пребывания в Канаде вас попросят снова сдать тест. И, кстати, о тестах. Если вы будете в аэропорту, возможно, уже на самом выходе вас рандомно выберут. Но из того, что я вижу, почти всех украинцев выбирают на произвольное тестирование. Когда вас еще раз тестируют уже по прибытию бесплатно. Это PCR-тест, чтобы убедиться, что у вас там нет ковида. Но вас сразу и отпускают. Просто через 3 дня вам приходит результат. Если у вас есть ковида, тогда вам будет звонить Public Health и просить, чтобы вы сидели дома или где вы там сидите. Но, скажем так, особо проверяют. Там полиция по домам ходить не будет. Но это на ваше усмотрение. Это что касается вакцинации. Что касается вообще аэропорта, когда мои родители приезжали, тогда вообще ничего не было. Был полный хаос. Ни офицеры не знали, что происходит. Ни мои родители не понимали, что происходит. Теперь, по идее, есть люди, которые помогают. В аэропортах Торонто, Ванкувера и Эдмонтона. Есть волонтеры, или не только волонтеры, но и переводчики, которые вам расскажут, что и как делать. Вы можете им задать вопросы. Они вас направят. К каким службам вам надо обратиться, по какому вопросу. Все переведут. Поэтому, по идее, вам будет проще. Но я бы только на этих людей не рассчитывала. Я бы заранее подготовилась. Если у вас слабо английский, вы пишите себе просто на бумажку, какие у вас вопросы есть, какие непонятки. Чтобы вы не растерялись. Потому что офицер, возможно, вам будет задавать вопросы. И желательно умеет на них удобоваримо ответить. Там вы прилетели по такой-то программе. Вы не знаете, допустим, когда вы вернетесь в Украину. Такого плана вопрос. Возможно, вам повезет и вас ни о чем не спросят. Но если спросят, вы уже будете подготовлены. Следующий четвертый шаг крайне важен. Это медицина. Я бы на вашем месте заранее купила до вылета частную страховку хотя бы на неделю. Которая бы покрыла разные экстренные случаи. Потому что если что-то происходит, медицина в Канаде очень-очень дорогая. И я планирую записать видео о том, как моя бабушка попала в больницу на 30 тысяч долларов. Поэтому заранее лучше перестраховаться и купить страховку. Но уже есть хорошая новость. Все провинции Канады дают украинцам медицинскую страховку. Что очень классно. Потому что, допустим, когда я получала здесь резидентство, у меня эта история заняла год, чтобы получить страховку. Теперь все, что вам надо, это взять ваш паспорт, взять ваше разрешение на работу и пройти в сервис. Вы можете всю информацию узнать снова-таки в таблице, ссылку на которую я оставлю. Именно в каждой провинции свои адреса, свои пункты, куда надо обратиться. У вас там буквально снимут фотографию, вам это будет подписаться. И затем уже по почте придет ваша карточка, которая и будет вашей страховкой. То есть, если что-то происходит, не дай бог, то скорая, больница, все анализы, все покрывает государство. И еще такой момент, что во всех провинциях, да, это страховка бесплатная, но в Манитобе и в Новошкошья, или по-моему по-русски называется Новая Шотландия, страховка дается только тем, у кого есть разрешение на работу, work permit. Но также распространяется и на супругов, и на детей, того человека, у которого есть разрешение на работу. Поэтому очень важно это разрешение иметь. Даже если вы, возможно, не планируете работать по каким-то вопросам, тем не менее, вы уже можете эту бумагу получить и с помощью нее получать медицинскую страховку в Канаде. Повторюсь, это крайне важно. Этот вопрос не оставляйте на потом, а занимайтесь им как можно скорее. Следующий, пятый шаг, который бы я также советовала вам сделать, это получить Social Insurance Number. Кратко называется СИН. В Украине это ИНН, номер налогоплательщика. Даже если вы не будете платить налоги, хотя если вы работаете, вы будете их платить. Если вы поступаете куда-то работать, обязательно у вас этот СИН запросят сразу, потому его важно сделать. Если же вы просто, допустим, хотите получать финансовую помощь от государства, а провинции помогают украинцам с выплатами, у вас затребуют этот Social Insurance Number. И эта история может быть долгой. Есть вариант, как его быстрее получить, это обратиться через Канадско-Украинскую миграционную службу. Я ссылку на сайт оставлю. Но в любом случае будьте готовы, что как минимум неделя, а то и две уйдет на получение этого Social Insurance Number. Поэтому я и советую его пятым шагом сделать. Как только вы его получите, вы уже сможете получать, допустим, финансовую помощь от государства. Снова-таки в табличке, которую я оставляю, есть информация по каждой из провинций, какая помощь может быть оказана. Допустим, в Антарио сейчас украинцам выдается небольшая, но какая-то финансовая помощь есть. Поэтому делайте себе Social Insurance Number, но вы также столкнетесь с тем, что эти все бумаги, вот, допустим, Social Insurance Number, Health Card, будет приходить к вам на почту. Обыкновенную, не электронную. Хотя многие документы можно будет подавать, вы видите, через сайт, и тем не менее уже карточки или, допустим, этот номер, все приходит физическим путем. Поэтому убедитесь, что у вас есть доступ к почтовому ящику, там, если вы у друга останавливаетесь, или временно, и обязательно узнайте индекс. Индекс здесь везде требуется, куда бы вы ни пошли, чтобы вы не делали. Всегда не просто там улица такая-то, дом такой-то, а еще и индекс. Как узнать индекс? Просто переходите в Google карты, вбиваете свой адрес, и там выдаст вас ваш индекс. В Канаде индекс – это цифры и буквы. Три и три. Там, ну, шесть букв и цифр всего. Его желательно запомните, потому что вы его часто будете применять. Кстати, все, о чем я сейчас говорю, выдается вам бесплатно. Что social insurance number вы за него не платите, что за медицинскую страховку вы не платите, что за получение разрешения на работу вы не платите. Раньше, допустим, одна эта бумажка, стола, 150 долларов и так далее. Вам очень повезло. И вам также повезло и с банками. И это наш шаг номер шесть. Надо открыть счет в банке, чтобы получать и зарплату, если вы работаете, и финансовую помощь, если вы ее получаете. И если вам надо просто где-то доказать, что у вас есть адрес, допустим, могут какие-то провинции, так встать прямо-прямо и сказать, вот нам надо подтверждение вашего адреса, нам надо какая-то бумажка, где есть ваше полное имя, фамилия и ваш адрес. С этим вы можете обратиться в банк. Вы открываете счет, и тут тоже все бесплатно для украинцев. Сейчас некоторые банки запустили программы именно для украинцев. Есть Ukrainian Credit Union Bank. Я, честно, никогда не пользовалась, но это украинский банк здесь, который предлагает вам всякие плюшки и вообще бесплатное обслуживание. Вы можете в нем открыть счет. Там размумлять украинскую мову, поэтому вообще без проблем. А есть канадские банки, которые тоже запустили программы для украинцев. Например, крупный банк CIBC, он предлагает даже информацию на своем сайте, на украинском языке. Вы можете перейти на сайт, ознакомиться. Тоже бесплатное ведение счета, там, год. Тоже в крупнейшем банке Канады TD Bank, там тоже дается год бесплатного обслуживания. А затем, да, тут, как правило, в Канаде все банки запрашивают деньги за обслуживание счета. Как правило, это, ну, минимально, там, скажем, долларов 10-15 канадских в месяц будет сниматься. Чтобы пользоваться услугами банка, такая тут ситуация. Седьмой шаг, и, пожалуй, он должен был быть третьим шагом. Но это просто такой дорогой шаг уже, в отличие от других бесплатных опций. Поэтому я его немножечко позже поставила, но без него никуда. Да, это мобильный номер. И в Канаде это непросто. Если вы делаете себе, допустим, контракт, то это где-то долларов 50 в месяц снимается. Можно стать prepaid customer, да, prepaid. Тогда вы платите просто там каждый месяц. Самый минимальный пакет, который я знаю в Канаде, это или Kudo. Есть такой мобильный оператор 15 долларов. Или есть еще такой онлайн-оператор тоже, он и мобильный, Freedom. И у них, по-моему, тоже 15 или 20 долларов стоит в месяц минимальный пакет. Это минимальный пакет. Это когда там у вас только 250 или 500 мегабетов в месяц. Да, и все. Причем некоторые украинские телефоны могут не работать. Вам надо будет подойти и узнать, работает ли ваш телефон. Потому что это, если, допустим, это Huawei, в Канаде не все мобильные операторы с ним работают, сигнала не будет. Поэтому идите в молы, как правило, торговые центры, и ходите по точкам. Есть, конечно, более дорогие мобильные операторы, там, Talos, Bell. Но я и говорю, там и цены. 50 долларов, 60 долларов в месяц обслуживания, как минимум. Но без мобильного номера здесь, пожалуй, будет сложно. Поэтому надо открывать. Просто посмотрите для себя, что вам важнее. Как правило, именно мобильные данные здесь дорогие. Я бы их берегла на экстренные случаи. А, допустим, смски, звонки входят в самые минимальные пакеты. И их вам должно быть достаточно на первое время, пока вы адаптируетесь. А затем уже, если вы здесь начнете жить, зарабатывать, вы сможете перейти и на более дорогие пакеты. И тоже касается интернета. Пока вы живете там у друзей или где-то временно, вам об этом думать не надо. Но когда вы будете переезжать уже в свое жилье, вы увидите, что интернет тоже там как минимум 40-50. Это минимум долларов в месяц. Но это пока не горит. Мы идем по самым важным пунктам. Следующий пункт, восьмой. Возможно, не ко всем вам применим. Но он важен, если вы останавливаетесь не в крупном мегаполисе, а в одноэтажной Канаде. Назовем ее так. Потому что если вы не в Торонто, не в Ванкувере, не в Монреале, тогда вы ощутите сложность передвижения. Потому что общественный транспорт здесь не развит, как в Европе. Допустим, где я живу, есть два автобуса, которые ходят в раз в час. Поэтому у всех свои транспортные средства, у всех машины. И я бы заранее, если вы знаете, что вы будете водить, если вы сможете у кого-то, у друзей взять машину или как-то достать машину, я понимаю, это очень сложно. Если у вас есть финансы купить машину какую-то бэушную, кстати, в Канаде вообще машины стоят намного дешевле, чем в Европе. Тут можно купить там за 5000 канадских долларов машину. А тогда надо позаботиться о водительских правах. Потому что с момента пересечения границы, ваши украинские водительские права действительно в Канаде два месяца. А затем уже могут быть вопросы. Сейчас буквально недавно уже были представлены программы по обмену прав украинских на канадские. Там все не очень просто. Не так, что вы пришли и поменяли карточку, и все. Там есть свои этапы, есть сдача экзамена, но она, возможно, на украинском, не знаю, вот на русском точно есть вариант. И затем экзамен по вождению. Тут тоже все, в принципе, не сложно, но этим надо заняться заранее. И, кстати, помните, я вам говорила про перевод документов, вот переведите ваши водительские права, чтобы здесь они у вас были. Вам надо будет затем еще запросить, если у вас уже был опыт вождения, вот подтверждение о вашем опыте у украинского консульства здесь, в Канаде, оно в Торонто, допустим, если вы в Антарио провинции. И поехать в центр вождения. Drive test называется в Антарио, в других провинциях я точно не знаю, в табличке это все указано. И начинайте этот момент. Потому что если вы, допустим, начнете уже работать, вам надо будет до места работы добираться. И если это не крупный город, то другого варианта, кроме как машины, у вас не будет. Если же вы не водите или вы живете в крупном городе, где развит общественный транспорт, этот вопрос пропускаем. Переходим к следующему шагу. И следующий, девятый шаг — это работа. И я бы советовала этим вопросом заняться заранее. Я понимаю, что если вы сейчас в Украине или вы выехали беженец в Европе, вам очень сложно вообще существовать, не то что там работу искать. Но чем раньше вы этим вопросом займетесь, тем лучше. Конечно, Канада — это не Европа. Здесь очень много ищут рабочих людей. Особенно простые должности, там, кассиры или на заводы. Тут много вариантов. Но, тем не менее, для многих из них нужен хоть какой-то английский, хотя бы уровень B1. Есть предприятия, организации, компании, которые предлагают свои вакансии только для украинцев сейчас. И вы можете перейти на сайт JobBank от правительства Канады и посмотреть, поискать. Вы вводите локацию, которая вас интересует, и смотрите там профессию, какая вас тоже интересует. И можете увидеть, какая оплата четко. Здесь всегда зарплата указывается почасово. Отфильтровать, если у вас есть еще какие-то вопросы. И таким образом начинать уже связываться. Те работодатели, которые разместили свои вакансии на этом сайте, готовы нанимать украинцев, даже если английский не силен. Вы также можете обратиться к уже вышеупомянутому сайту Kijiji для работы. И также к ind.se, там тоже можно искать вакансии. Если вы знаете, что вас английский слабый, или вы вообще не знаете даже, чем заниматься, вы можете бросить клич в фейсбук-группы. И здесь очень важно, не пишите просто в общие группы. Мы, кстати, о них тоже поговорим. А пишите четко в фейсбуке, прям ищите городок, место, где вы живете в Канаде, и там пишите. Не обязательно, чтобы эта группа была о работе, а просто, допустим, там вы живете в Петербору. Вы пишите Петербору, и у этого городка есть своя community page, есть своя страничка, где люди пишут, кого-то ищут нанимать. Или вы можете просто сказать, я там с Украины занимался тем-то и тем-то, хочу здесь найти подработку. Люди, и я говорю собственного опыта, очень открыты к тому, чтобы помочь украинцам таким образом. Если вы так бросите клич, вы увидите ответы, вы увидите контакты людей, вы сможете с ними переписываться по фейсбук. И фейсбук здесь, в Канаде, это очень важный момент, очень развит. Это очень популярная здесь платформа. Все вопросы решаются в основном через фейсбук. Вопрос поиска чего-либо, продажи, покупки. Люди быстро очень отвечают. Вы только напишите уже буквально, возможно, сразу же, или буквально в течение двух часов, вы получите ответ. Поэтому не ленитесь, переходите, находите эти местные группы и там рассказывайте о себе, представляйте себя и начинайте искать возможности подработки. Потому что жизнь в Канаде не дешевая, особенно если, как мы с вами уже обсудили, мобильная связь, интернет-связь. И если у вас машина бензина, он сейчас очень взлетел, поэтому, конечно, бы я советовала вопросом работы заняться заранее, пока вы еще не прилетели. Или когда вы прилетели, как можно раньше уже спрашивать знакомые, через знакомые и так далее, чтобы рассчитывать не только на тот сайт, допустим, JobBank, но и вот на такое сарафанное радио. Оно в Канаде работает. Следующий, десятый шаг, который вы сами, надеюсь, захотите сделать, это улучшить ваш английский язык. Когда вы приедете в Канаду, вы поймете, как важно уметь коммуницировать с людьми. Вы захотите не просто говорить I like Canada, а вы захотите уже как-то звучать, уметь задать вопрос или ответить грамотно, понять. Для этого, конечно, надо язык будет подтянуть. Пока вы еще летите в Канаду, уже скачайте приложение Duolingo, уже начинайте проговаривать, работать с приложением, расширять словарный запас. Когда вы прилетаете в Канаду, здесь для украинцев есть уже организованные языковые курсы. Они не только для украинцев, они вообще для всех иностранцев, которые приезжают в Канаду, а их приезжает очень-очень много. И вы можете учить язык бесплатно в группах. Как правило, лучше занятия посещать в физическом пространстве, не онлайн, но такие занятия в первой половине дня. Поэтому, если вы работаете, вам такой вариант не подойдет, тогда только онлайн занятия. Чтобы выйти на эти организации, введите прям Ukraine, Language, Free, Course, и вы найдете уже какие-то варианты. Их будет, как правило, несколько. Но в любом случае, вам надо будет сначала пройти тестирование, оценку вашего английского языка, чтобы потом вас уже определили в группу. К этому будьте готовы. Ну, как готовы, как есть, так и есть. Но я просто говорю, что это не так, что вы приехали, и сразу на следующий день пошли уже заниматься английским языком. Это тоже определенный процесс, который может занять и более двух недель. И, кстати, пока вы ищете, как подтягивать ваш английский язык, но уже начинаете общаться с теми же канадцами через Facebook, вы уже начали получать ответы, комментарии под вашими постами, пожалуйста, для перевода используйте не Google-переводчик, а Deeple.com. Я об этом сайте уже много раз говорила. Это тоже переводчик. Принцип работы такой же, как у Google Translate, но переводит более удобоваримо. Вы таким образом, если не поленитесь и скачаете Deeple-приложение на телефон или будете пользоваться сайтом, вы избежите многих казусов, потому что я смотрю, что украинцы, которые переводят через Google, они порой не понимают канадцев, а канадцы не понимают их. С Deeple ситуация лучше, там лучше перевод, меньше ошибок, больше понимания, поэтому не ленитесь. И, конечно же, не ленитесь уже общаться с канадцами. Они открытые, они дружелюбные, они будут терпеливо ждать, пока вы эту фразу в себе родите и выскажетесь. Главная практика. Поэтому, когда вы сюда приезжаете, старайтесь уже тусоваться не только с украиноязычными или русскоязычными людьми, но и интегрироваться в англоязычную среду. Одиннадцатый шаг относится к тем из вас, у кого есть дети или если вы сам студент, вопрос образования. В табличке, о которой я уже не единожды упоминала, есть строка образования, снова-таки, у каждой провинции будут свои правила, но уже для украинцев есть возможность образования здесь, чтобы его продолжать, продолжать бесплатно. Но сейчас заканчивается учебный год, май, поэтому пока это не горит, вы сможете этим заниматься чуть позже, но это тоже важный шаг, чтобы не запускать образование, а уже понимать, куда вы с первого сентября пойдете. Здесь тоже учебный год начинается первого сентября. А теперь после основных шагов я хочу поделиться с вами самыми важными ресурсами, которые вам очень помогут ориентироваться в Канаде. Есть много разных сообществ, разных волонтеров, организаций, которые готовы вам здесь помочь. Я буду называть их, я оставлю ссылки на них, переходите, читайте. Как правило, информация будет предоставлена на английском и на украинском языках. Итак, одним из самых, на мой взгляд, полезных ресурсов является канадско-украинская иммигративная служба. Я оставлю сайт, потому что там аббревиатура такая CUIAS, Immigrant Services, не просто запомнить. У этого ресурса есть как свой сайт с информацией на украинском, так есть и Facebook-группа, где вы можете задать вопрос, вот прям написать в группу, как сообщение на страничку, и вам ответят, вам помогут, вас ориентируют. Они уже сами все, по идее, там знают. И если у вас остаются какие-то вопросы, обращайтесь к ним, это бесплатно. Это будет помощь по многим вопросам. Следующий ресурс, с которым я советую ознакомиться, это The Ukrainian Canadian Congress, UCC. Тоже там много информации. Я бы им особо там не звонила, не писала, потому что до них тяжело достучаться, в отличие от предыдущего сервиса. Но, тем не менее, у них тоже размещена очень полезная информация. Следующий ресурс, который вам также может быть полезен, это Canada Ukraine Foundation. Не беспокойтесь, ссылки на эти сайты я оставлю. И если, к примеру, вы приезжаете в провинцию Онтарио, я бы советовала почитать информацию на сайте settlement.org. Welcome to Ontario. Там также информация размещена на украинском языке, вы можете ознакомиться конкретнее, куда идти, что делать, или задать им вопрос, чтобы получить ответ. И другой огромный важный ресурс, повторюсь, это Facebook. Ищите community, сообщество в вашем регионе. Прямо пишите Ukrainians in, и пошел там, in Toronto, украинцы в Торонто. Можете и на украинском искать, но основные все-таки группы называются на английском. Так вот, Ukrainians in Ottawa, Ukrainians in Vancouver. И даже просто город пишите, да, какой-то там Ukrainians in Peterborough, и вы увидите, что там уже есть люди, которые готовы помогать. Вот в регионе, в котором я нахожусь, тоже там несколько групп чисто для помощи украинцам, плюс церкви. Это казалось бы что-то отжившее, но нет. При такой ситуации, когда приезжают украинцы, когда нужна им помощь, одежда, эти церкви получают донации, новая одежда, новых вещей, и они помогают отдать ее тем людям, которым она нужна. Таким образом, вы сможете найти все, что вам надо. Не только там одежду, но и как моя мама, и тостерницы, и кофемашины, и микроволновки. Все это можно найти, обращаясь вот в эти группы или в церковь, которая находится у вас. Не обязательно, чтобы это было православной, просто там Ukrainian Orthodox или Ukrainian Catholic, католическая украинская церковь. Как правило, это уже своя община, которая готова помогать, у которой уже есть ресурсы. И другой момент, если, допустим, у вас еще остался какой-то вопрос, можете писать, есть разные группы в Facebook. Если называть какую-то группу не просто вот локации, хотя я бы советовала вам именно по той локации, где вы находитесь, но есть и группы вообще об украинцах в Канаде. Это группа, одна из таких, где я являюсь участником, это Ukrainian Canadian Connection. Там вы можете оставлять вопросы, получать новости, связанные с разными программами, потому что все время происходит обновление информации. Даже та табличка, о которой мы уже не единожды здесь упоминали, она все время обновляется, потому что правительство, что федеральное, что правительство провинции все время принимает новые законы, новые программы, и поэтому эта информация лучше всегда о ней узнавать как можно раньше. Если после всего этого вы ознакомились со всеми источниками, что я вам дала, посмотрели это видео внимательно, и тем не менее у вас еще остаются вопросы, вы не можете найти ответ на тот вопрос, который интересует вас, просто вбейте в Google там Ukraine, Canada и что вас интересует и где. Вы сможете тогда выйти на столько разных благотворительных организаций, на столько разных просто волонтеров, которые готовы помочь, людей. Просто не поленитесь выйти на этих людей, и вы увидите, что канадцы достаточно открыты к тому, чтобы приехали украинцы. Если у вас остались еще какие-то вопросы, пожалуйста, пишите в комментариях. Если у вас есть какая-то надобность прям моего личного вам ответа, личной консультации, тогда пишите мне на e-mail пока что инфо-собачка-анастасияпетренко.ру Я его сменю, но пока такой у меня e-mail. И успехов вам, не бойтесь, если вы все эти шаги сделаете, то вы будете полностью готовы к жизни в Канаде. Спасибо за просмотр, если это видео было полезным, покажите это, поставьте ему лайк, и до новых полезных встреч. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова